МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працуе Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. На соведе будущих урачей в Гомельском Держанном Медицинском Университете открылся уластный колл-центр. Бавить час с корыстью и радостью. Четыре спортивно-гольнявые комплексы побудовали у Гомелли. Новогодние цацки, упрагоджувані и сувеніры. Крамы открыли сезон святочного гандлю. А зараз об этом иншим больше подробно. Ницьарозык за рулем автомобилю будут карать больше сурово, а за некоторые правопорушения санкции плануют смягчить. У Беларуси в наступном году появится новый кодекс об администрационных правопорушениях. У правонанья з'иснуючим, он будет обновлен на 40%. Какие изменения не чекаются, доведалася Марина Севриянова. Отход от карного уклона и гуманизации администрационного законодавства. Это основа нового кодексу. Мы решили побывать в разных структурах, как доведаться, как там ставятся до нового введения. Начали с прокуратуры. Одним из предложений явилось введение нового вида административного взыскания – общественные работы. Данный вид административного взыскания не связан с ограничением имущественных прав либо изоляцией правонарушителя, а предполагает под собой выполнение бесплатных работ сроком от 8 до 60 часов во время свободной от основной учебы, работы либо службы. Предложены также включения дополнительного квалифицировающего признака умышленное повреждение либо уничтожение имущества в состав административного правонарушения – мелкое хулиганство. Введение данной нормы позволит рассмотреть вопрос об ответственности правонарушителя, совершившего мелкое хулиганство, повлекшее незначительное повреждение имущества в рамках административно-процессуального законодательства. Одна из наибольши истотных новелл проекта кодекса, регламентуя профилактичные меры уздения, утомли к удочинению до подлетков и неполнолетних. Освобождение административной ответственности несовершеннолетнего будет предусматривать другие воспитательные меры, например, разъяснение действующего законодательства, применение каких-то извинений потерпевшему, необходимо будет загладить ущерб потерпевшему, ну и есть еще такая мера, тоже она будет предусматриваться, это как ограничение досуга. Наступный блок изменений утичится деятельность Держаута инспекции. За некоторое правопорушение у новом кодексе не продуглежена администрационная отказность, и она заменена на попередживание и профилактичную работу. Усе правопорушения у новом кодексе в залежности от ступеней громадской шкоды и тяжеру наступства поделены на три группы. Это администрационные проступки, значное и грубое правопорушение. А вот нить северозых водителю будут карать больше жорстка. Если у крови знойдуть свыше 0,8 промилле алкоголя, отказность повысится у поравнанистя перышней у двоя. Штраф в складе до 5400 рублей. А право накирование транспортом позбавить не на три, как зараз, а на пять годов. Мы вырошили доведаться у гамельшан, как по их мерковании треба карать пьяных водителям. Самое максимальное наказание. Лишение прав, лишение транспортных средств и лишение свободы, если это повлекло за собой страшные последствия. Пожизненно отбирать права, отбирать машину, лучше в тюрьму. Я думаю, лишать прав. Вообще лишать прав. Насколько? Можно и на всю жизнь. Забирать права пожизненно. А штраф? Вот какой максимальный вы предложили бы? Нет, штрафом здесь нельзя обойтись. Почему? Потому что я считаю, это бандитизм. Это садится, как говорится... Заведомо знает, что он может убить человека. Пускай тот, кто думает, что штрафом можно отделаться, пускай свою семью пустит. И посмотрим, если его сына или жену или его самого собьют. Разумные и адекватные заменения у мытников. Наприклад, за некоторые порушения мытного законодавства будут отказывать наймальники. Они их работники. Мы предлагали исключить введение административного процесса в отношении физического лица, являющегося должностным лицом, юридического лица при наличии поводов и оснований для привлечения самого юридического лица к административной ответственности. Либо если в отношении физического лица такой процесс начат, то он подлежит прекращению, либо он вообще не будет начинаться. И в качестве примера можно привести статью 14.6, ныне действующая редакция административного кодекса, которая предусматривает ответственность за несоблюдение требований таможенной процедуры или несоблюдение требований в отношении условно выпущенных товаров. Если раньше к административной ответственности, ну и сейчас, пока действует редакция, привлекается физическое лицо, должностное лицо, юридического лица, то в дальнейшем будет привлекаться к ответственности только юридическое лицо, потому что на этом юридическом лице лежит обязанность по соблюдению соответствующих требований и условий. Плануется, что новый кодекс об администрационных правопорушениях уступить усилу в наступном году. Марина Северьянова, Сергей Камко, Тель Радио, компания «Гомель». Собрать здательное обстание здоровья и ничего не пропустить. Колл-центр по взаимодействию с контактами первого взрослого начал работать в «Гомеле» на базе медицинского университета. Есть ли у вас температура, боль в горле, заложенность в носу, потеря вкуса, обоняние? Хорошо себя чувствуете, да? Для работы студентам выделили особный кабинет и выдали телефоны. Они что дня телефонуют с тем, кто тесно контактовал с хворыми на коронавирус. Если наблюдаются симптомы у пациента, то мы отправляем данный чек-лист, который у нас есть, его ксерокопию в поликлинику, чтобы в поликлинике связались еще раз и отправили туда врача. Контактная группа у таким выпадку повинна выехать до хворого в этот день альбо на наступные. Задача выявить пациентов с ковид, як магараней, как в своечасово почать лечения. У студентов есть своя база даденных, списы предоставляют в поликлинике. Под контролем будущих урочев контакты первого в зронию застаются до закончения периода самоизоляции. Уже наш крайний звонок, в котором мы говорим, что самоизоляция окончена, у вас все хорошо, симптомы не проявились. То есть здесь, да, это возникают положительные эмоции, наверное, как и у нас, так и у пациента. Мы стараемся сделать все от нас возможное. То есть даже если это сложно, в любом случае это нужно сделать, нужно помогать нашему здравоохранению. До станции наизносе неодрозниваются от гуторки при особистой сустрейши. Тому перед пошатком работы колл-центра старшокурсники прошли додатковую подрыхтовку. Психолог работал с нашими ребятами, который учил, как правильно разговаривать с людьми, как представляться, как наладить контакт, когда мы не видим человека на том краю провода. Когда люди остаются на самоизоляции, особенно люди, которые находятся дома одни, например, да, вот, то, конечно, они чувствуют какой-то психологический дискомфорт. Как правило, мы завязываем контактов первого уровня на одном студенте, чтобы они узнавали этот голос, они знали его имя. Сейчас мы отработали, например, по одной поликлинике уже 70 контактов, по второй порядка 60 и выявили больше 20 случаев урии, в том числе ковида. Попередить наймальника в контакте с хворым на коронавирус, а процедауцы помогшим оси выделить особный кабинет для такого работника. Министерство охоты здоровья выпустила додатковые рекомендации по профилактике расповсюживания COVID-19. Так, на опрационном месте контактные особы повинны быть в масках и пальчатках, притремливаться социального дистанцирования, проветривать помешкания. Рекомендуется без необходности не наведывать инши помешкания. Наймальнику необходимо обеспечить такого работника антисептичными сродками. Коли у супросовника по часу выходного фильтра уйти на протягу дня. Повысится температура, обовязково накеровать его додому. С полным объемом мероприемства можно ознайомиться на офицейном сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Четыре спортивно-гульнявые комплексы побудовали у Гомеля. В каждом районе областного центра заявились великие плясовки для детских забав и тренировок, на которые что день приходят мясовые жахары. Наш корреспондент Ганна Корольчук так само выросшила оценить новые просторы для отпочинку. На открытом поветре полновартосный комплекс для детей и подлетков. Разностайные орели и замковые комплексы привабливают малых, навык у морозы. Хлопчики и девчонки переодолевают полосы пирожков по межвежами и развивают в худкости спрыт. После поспехово пройденного шляху счастливые в окличе при спуске с веселых горок. А кроме того, тут створена специальная воркаут-зона и усталеваны тренажеры, как умоцовать разные группы мышц. При этом вся плясовка имеет специальное антитравматическое покрытие. Ну что, попробуем? Не глядя на холодное надворье, ожидающих потренироваться не до хопу нема. Можно уявить, сколько людей тут будет в летку. Побачь дворовые чемпионы могут сгулять в футбол и баскетбол. Для безопасности детей гольнявое поле окружено огороджей. Дорослые, которые сопровождают маленьких непосед, могут отпошить побачь на лавках. Коля комплексов – зеленые насаджения. На территории установлены урны. С каждой годиной этой плясовки набирают популярность. В самых рангах тут больше малых с молодыми матью в декрете. Ближе до полдня плясовку заполняют школьники. Вечер – час для всех жадающих разных взрослых. Эля, как тебе площадка? Хорошо. Там много детей, потому что там голки, качели. Нравится, да? Песотница, да. Отличная площадка, провосходная. Вы уже приходили сюда? Да, неоднократно проходили. Вот, постоянно гуляем с внучкой. Тут можно и гулять, тут можно покататься, ну и всякое остальное поделать. А что тебе больше всего нравится? Больше всего нравятся тренажеры. Мы специально приехали сюда, узнали, что открыли тут площадку, так мы приехали сюда специально. Не, ну здесь нету таких площадок, это одна единственная такая площадка. Хорошо. В советском районе место для детячих охородка вызначили в Любинском микрорайоне. В центральном, недалеко от каскаду озер, у межах улиц Камещикова и Бородина. Так само завершено взведение плясовок в Новобелецком районе на перекрыжеванию улиц Крысталовской и Белецкой. И в Чухуночном на перекрыжевании улиц Яфремова и Народного ополчения. Нагадаем, старшиня был в оконкаме Геннадий Соловей, селитый день города передал керавництву Гомеля сертификат на 1 миллион рублей на будовництвах этих объектов. Ганна Краечук, Сергей Камко, телерадокомпания «Гомель». На любой гост и по примальных ценах крамы Гомельской области пошли активны перед новогодней Гандаль. С пропановыми ознайомились наши корреспонденты. Святочно упрыгоженные витрыны и широкий выбор на полицах. Первые новогодние цацки упрыгоживания и сувениры в Гомельских крамах з'явились в середине листопада. Их продаж будет протягиваться до 19-го студеня, после Нового года в основном по сниженных ценах. В сравнении с минулым годом цены повеличились в середнем на 7-8%. Хоть у першых шарху яны залежать от якости и краины вытворцы. Сярод основных поставщиков – Китай, а так сама Россия, Украина и Беларусь. Прышым наши цацки – галонным чынам ручной работы. Гэта саправды эксклюзив. Однольковых упрыгоживания неяснуе. Кошт крыху больше, як 10 рублей. В широком ассортименте представлены беларусские товары. Такие, как расписные шары, формованные игрушки в виде новогодней ёлки, Деда Мороза. Это наш беларусский представитель, который делает вручную такую красоту. Практично вся пропануемая новогодняя продукция выраблена в этом году. Складские запасы в крамах имкнуться не створать. Зараз у секциях постоянно есть покупники. Ассортимент саправды широкий и на любой густ. При жадании можно набыть звычайную штучную ёлку вышинёй у полтора метра. А можно нечто невеликое и авангардное. Многие набываюць сувениры, асаблівы те, што тышыцца традицій новага года по ўсходнім календары. Сёня гэта лишыцца модной тэндэнцэй. Ищу небольшие сувениры, особенно для своей мамы. Она очень любит в определённой такой манері. Поэтому хожу и разыскиваю эти символы года для всей семьи. Потому что такая традиция небольшая. Уголовным управління Ганлю Паслух кажыць, што сёліта до магазинов ёсць дадатковая потребавання. У першу шаргу гэта тышыцца супраць эпидэмічных мер, наявності дезэнфіцыруючых сродкаў і масок ў супрацовнікал і покупніков. Сярод традиційнага великий асартымент і якаць пропанумых вырабав. Для людзей они павіны быць абсолютно безпечными. Запасы товаров позволяють обеспечить любые потребности, на любые желания, на любой кошелёк. Товаров, как отечественных, очень хороших, интересных, так и импортных товаров у нас, как всегда, традиционно достаточно. Поэтому я думаю, что наши объекты и торговли, и уже хотелось бы сказать, что и объекты общественного питания готовы к проведению праздничных мероприятий и удовлетворению спроса потребителей в эти наши предстоящі праздники. И в працях темы новогодня гагандлю. У центральным универмагу Гомеля установили ёлку жаданню, на якой паштоўкі от дятей с обмежаванными физичными махчымастями с просьбами об жаданных подарунках. Гэта цацкі, лялькі, конструкторы. За некалькі дзён с 16 жаданню гамельшані выканалі ўжо шэсть. Работнікі крамы перакананы, да новага года без подарункав не застанецца ніхто. Олексин Цюров, Ольга Кнавалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Резиденція Деда Мороза открыться ў Гомелі 25-го Снежня. Дравляны домик по традиции усталююць на площі Ленина, каля галоны ёлкі обласного центра. До 13-го студеня тут будуч шакаць гостей галоны новогодній героі. Дед Мороз і ёго прыгожа ўнушка за довольненнім сфотографуюцца жадаючамі і паміншуюць з Новым годам. Загадаюць децям загадкі, выслыхаюць верши і песні. А гэта інші новіны, інформація о праектах Телерадо, компания «Гомель» вы можті знасці на нашім сайці, інтернеті па адресі www.tvrgomel.by На гэтам выпуск завершаны, всього добрага і до зустрічі у ефірі. На гэта інші елементів на остановці «Ленинградська», сообщила директор частного торгового предприєця. Она оценила стоимость испорченных объектов в 100 рублей. Следователи возбудили уголовне дело. С места происшествия було з'ято видео. На нём видно, как компания із трёх молодых людей вначале останавливается на объекте, а затем двое із них по очереди наносят удары руками і ногами по конструкції. Их личності установлены. Родители подростков возместили ущерб. В Гомеле продавцы на свае пытались скрыться от ОМОНа, когда те хотели проверить документы. Мужчины дали по газам і уехали в направлении проспекта Ленина. Манёвр оказался неудачным. Машина гомельчан заехала в тупик, де їх і задержали. При обуске 29-летнього і 28-летнього жителі областного центра було обнаружено білье трёх кг на свае. Дома у хазяна авто нашли ещё несколько фасованных пакетиков. За минувшие сутки зарегистрированы три пожара в жилом секторе. Обошлось без пострадавших. В деревне Цикуны Гомельского района горел жилой дом с деревянной пристройкой. Её огонь уничтожил вместе с кровлей и имуществом зданий. Вероятная причина возгорания – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Ещё одно ЧП произошло в деревне Языпов Хоникского района. В результате пожара повреждены стены и имущества в деревянном жилом доме. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. А в Речице в гараже сгорел автомобиль «Мерседес». В постройке уничтожены кровля и имущество. Предполагаемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования автомобиля. Госавтоинспекция ведёт поиск очевидцев ДТП, которое произошло 9 ноября на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ленина. Автомобиль «Хёнды» под управлением 20-летней девушки выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с БМВ. От удара машина гомельчанки съехала на тротуар, где совершила наезд на 15-летнюю девочку-пешехода. В результате происшествия подросток получила тяжкие телесные повреждения. Все, кто располагает информацию о случившемся, просят сообщить по телефону, указанному на экране. Гомельская пограничная группа информирует, на стрельбище «Борчевка» в войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы начались сегодня и завершатся 10 декабря. Время с 10 до 16 часов. Объект расположен около населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борчевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Состоялись матчи 1-16 и финала Кубка Беларуси по мини-футболу. На этом этапе заявились три представителя Гомельской области. Следующий пробился только один. Цветлогорская команда «Липтон» без вариантов уступила представителю элитного дивизиона чемпионата страны Минску 2-10. В Мозыре встречались местная Полесье и Речицкий метрополис. Гости вырвали победу на последние минуты, реализовав пенальти 5-4. На следующей стадии Речицкой дружине будет противостоять четырехкратный серебряный призер чемпионата Беларуси Гомельский ВРЗ. Светлогорский и ЦКК в 1-8 финала встретятся с «Динамо БНТУ», которая одолела земляков из команды «Флекси» со счетом 3-0. Соперник «БЧ» определяется сегодня в поединке двух столичных команд «Штурм» и «Бел Инвест». Матчи 1-8 финала Кубка Беларуси по мини-футболу пройдут 19 и 20 декабря. Женская баскетбольная команда «Гомельские рыси» потерпела 10-е. Поражение в чемпионате Беларуси на домашнем паркете подопечные Анатолия Рогозенко не совладали с «Гродненской викторией» 62-80 в турнирной таблице «Гомельчанки» восьмые. Мужская команда «Гомельские рыси» в очередном туре ездила в гости к одному из лидеров чемпионата столичным «Смоком». Бояж положительных эмоций гомельчанам не подарил поражение со счетом 99-60 в таблице чемпионата «Рыси» на девятой строке. «Жемчужина Полесья» продлила свою победную серию в элите женского волейбольного чемпионата Беларуси до четырех матчей. Под напором «Мазырянок» капитулировал «Барановический Атлант» 3-0. «Жемчужина» лидирует в чемпионате. Горячим получилось областное дерби в дивизионе «Б». Противостояние «Фарма» «Жемчужины» и «Гомельской надежды» проходило в Мозере. Встреча растянулась на максимальное количество партий. В итоге тайбрек, а значит и весь матч остался за гостями. В турнирной таблице «Надежда» на втором месте «Жемчужина-2» располагается строкой ниже. Шесть футболистов покинули «Гомель» причиной окончания арендных соглашений. В расположение своих клубов вернулись Игорь Заяц, Антон Суша, Николай Иванов, Евгений Иваненко, Арсений Бондаренко и Павел Теслюкевич. В Бресте состоялся традиционный турнир по легкой атлетике памяти героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Награды оспаривали атлеты в двух возрастных категориях – 13-14 и 15-16 лет, причем только из Беларуси. В нынешнем году из-за пандемии состязания утратили статус международных. Представители Гомельской области завоевали на турнире 15 золотых наград. Дважды чемпионкой стала Диана Бобр. Спортсменка из Речицы была лучшей в секторах для тройного прыжка и прыжков в длину в младшей возрастной группе. В прыжковых дисциплинах отличился и другой представитель райцентра. Речичанину Артему Пинчуку не было равных в прыжках в длину и тройном прыжке. Кроме того, спортсмены из нашего региона 16 раз становились серебряными призерами и 14 раз бронзовыми. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.